В предыдущей программе под названием «Ецерара» или «Эйхман» мы говорили о том, что люди, наблюдавшие за поведением нацистского преступника Адольфа Эйхмана на судебном процессе над ним, который был в Иерусалиме в 1961 году, пришли к выводу о том, что он не психопат и не чудовище, а совершенно обычный нормальный человек. Но так ли это? Ведь это значит, что в принципе Эйхман живет в каждом из нас. И вопрос лишь в том, как его расшевелить, то есть где у него кнопка. Мысль совершенно крамольная, правда? Что делать с ней? Давайте попробуем разыграть еврейскую карту. Дескать, мы евреи сделаны из другого теста, мы избранный народ, мы лучше не евреев. Ну, в конце концов, посмотрите, какой огромный процент евреев среди нобелевских лауреатов, выдающихся деятелей того и сего, и просто талантливых людей. Верно. Однако в концлагере мы, евреи, вели себя сплошь и рядом точно так же, как и другие люди. Задокументировано это поведение наше, не антисемитами какими-нибудь там, а самыми что ни на есть проеврейскими и произраильскими евреями. Например, такими, как известнейший еврейский автор Эли Визель. Почитайте его роман «Ночь». Я не знаю, может быть, это даже нельзя назвать романом, произведением, книгу. «Ночь», отрывок из которой я цитировал в предыдущей программе. Или поговорите с выжившими в Холокосте стариками, которые в детстве прошли концлагеря и чудом не умерли от голода. От их историй кровь в жилах стынет. И весь гуманистический пыл о нашей доброте, органической, то есть от природы, присущей нам, куда-то улетучивается. Библия тоже не выражает никакого оптимизма по поводу человеческой природы. Да, она говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему. Поэтому, несмотря на нашу греховность, у нас все-таки остается некоторая способность делать добро, какой-то добрый потенциал. Однако, по сути своей, человек, как еврей, так и нееврей, является существом не добрым, а злым. И лучше всего об этом противоречии, заключенном в каждом из нас, сказал, по-моему, мессия Ешо. Вы, будучи злы, умеете даяние благие или добрые дары давать вашим детям. Мысль о том, что человек сам по себе является существом злым и до мозга костей испорченным, она сегодня, эта мысль, не популярна. Сталины, Мао Цзэдуны и Гитлеры очень удобны для нас. Именно тем, что мы считаем себя совершенно непохожими на них. Злыми были они, вот эти монстры, уничтожившие десятки миллионов людей. А мы, на их фоне, мы белые и пушистые. Во всяком случае, совсем не плохие. Так думать о себе, конечно, намного приятнее. И так мы, по большому счету, и думаем о себе. Наша нежная психика инстинктивно ограждает наше сознание от всяких слишком плохих мыслей о самих себе. Я хороший с такой внутренней установкой, конечно же, пускай она иллюзорная, но жить с ней намного легче, приятнее. И более того, в нашей культуре без нее как будто бы даже просто и не выжить. Ну, если ты не совсем динозавр, то у тебя должна быть страничка в Фейсбуке. И там что ты должен делать? Там ты регулярно выставляешь фотографии, которые демонстрируют, какая у тебя вкусная, красивая и хорошая жизнь. Ну, а у кого жизнь красивая и хорошая? Ну, конечно же, у красивых и у хороших людей. Правда? По простой логике. Кто-то недавно написал в Фейсбуке, все красивые и постоянно женятся. Что вы делаете, когда вы устраиваетесь на работу? Вы пишете резюме, в котором вы творите свой имидж, портрет, внушающий потенциальному работодателю доверие к вам, к хорошему человеку и к замечательному сотруднику. Получив отказ, вы, хороший человек, обзываете их козлами. Ну, конечно, не вслух, вы же хороший человек, вы делаете это внутри себя. И посылаете резюме в другое место. А устроившись, вы тщательно следите за тем, чтобы созданный вами в резюме имидж очень хорошо соответствовал той картине маслом, которую наблюдают ваши коллеги, наблюдающие за вами каждый день. Если это удается вам, то есть если маска крепко прирастает к лицу, то вы и сами начинаете верить в себя, в хорошего. Но на все это, конечно, можно возразить и сказать, ну а в чем тут, собственно, проблема? Что, неужели надо о себе говорить все только самое плохое, надо считать себя полным ничтожеством? Как же при этом будет чувствовать себя наша драгоценная самооценка? Что с так называемой уверенностью в себе, которую нас сегодня призывают культивировать авторы книг по популярной психологии и всевозможные спикеры и коучи? Да, у бывшего советского человека и с самооценкой, и с уверенностью в себе дело обстояло очень плохо, и то и другое было ниже плинтуса, как мы говорим. Поэтому сегодня мы научно и горьким опытом с пеленок внушаем нашим детям, что главное быть уверенным в себе, думать о себе хорошо и не позволять своим отдельным ошибкам и промахам внушать нам, что что-то у нас может не получиться. Все у нас получится. Только захотим, и все получится, да еще как хорошо, не хуже других, а то и получше даже. Стоп, вы ничего не заметили? Дело в том, что я плавно перешел от самооценки, то есть от оценки самого себя, к моим поступкам и их оценке, а вместе с этим, конечно, и к сравнению своих поступков с поступками других людей. Соответственно, к сравнению самого себя с другими людьми. И для кого-то в этом переходе нет абсолютно ничего особенного. Сегодня многие думают, что человек — это его поступки, это одно и то же. Я не знаю, в какой момент в нашу голову эта мысль о том, что я и мои поступки одно и то же, в какой момент эта мысль приходит в нашу голову впервые. Наверное, в раннем детстве, когда кто-то похвалил нас за какие-то наши успехи, фразы «какой ты хороший мальчик» или «какая ты хорошая девочка». Дальше эту ересь в нашем сознании закрепляли школьные учителя очень долго, которые оценивали нас самих через призму наших оценок, которые они выставляли нам за наши знания, их предметов. То есть для них мы были двоечниками, троечниками, хорошистами, отличниками. Мы для них были, мы сами для них были такими людьми. Поэтому сегодня, когда мы слышим, что Бог любит тебя, но ненавидит твои грехи, сегодня, правда, об этом уже не популярно говорить, начинают все обычно и заканчивают тем, что Бог любит тебя. У нас возникает недоумение, если какой-то динозавр скажет, что Бог любит тебя, но ненавидит твои грехи. Как это может быть? Как можно меня отделить от моих поступков, создать дистанцию? Ведь это же одно и то же. Если он действительно любит меня, то пусть не твердит мне ни о каком покаянии, а просто сделает все, о чем я его прошу, а заодно пусть прекратит посылать мне испытания. Мне и так уже хватит их. Я же в конце концов не Гитлер и не Сталин. Можно услышать такие рассуждения сегодня. Конечно же, вполне возможно, вы действительно хороший человек. по общепринятым меркам. Поэтому вам, хорошему человеку, намного труднее увидеть вашу потребность в покаянии в грехах и в прощении грехов. Но почему все-таки мы так отчаянно хотим верить в то, что мы хорошие? Мне кажется, причина в том, что жизнь очень рано и очень быстро приучает нас к вере в то, что хороших людей любят, а плохих, извините, нет. Поскольку основной, при этом психологической потребностью нашей с вами является потребность в любви, то мы отчаянно стараемся выполнять все условия для того, чтобы нас любили. Но вопрос. Права ли жизнь, которая приучает нас к этой мысли? Или врет она, подлая? Если Священное Писание говорит о любви, правду, нам придется признать, что жизнь таки врет. Потому что Писание говорит о Боге, который любит как весь народ свой в целом, так и отдельного человека, каждого отдельного человека в частности, совсем не потому, что он, то есть народ или человек, хороший, точнее, он любит нас, несмотря на то, какие мы есть, несмотря на то, что мы собой представляем, даже вопреки этому. Это то, что говорит Писание. Но почему же, можно задать тут вопрос, почему же в таком случае он вообще любит нас, если мы такие нехорошие, если мы плохие, а он любит нас, то почему? С какой стати? Ответ довольно странный. Он любит нас, таких, какие мы есть, потому что он не может не любить нас. И он вообще не может не любить кого бы то ни было. Он любит не только тех, кто доверяет ему и слушается его, но и всех остальных. Вот он просто такой. И все тут. Один из учеников Мессии Ишуа выразил эту мысль тремя словами. Бог есть любовь. Однако, если мы будем до конца честны с самими собой, то нам придется признать также и то, что вот такая любовь, она очень плохо поддается нашему пониманию. Мы понимаем, что такое любовь мужчины и женщины, что такое любовь мужа и жены, родителей и детей. Мы можем еще понять, что такое дружба, мы понимаем, что такое патриотизм, то есть, простите, любовь к своей стране. Но любовь к врагам, ведь мы же, если мы плохие, а Бог хороший, если мы ничего с этим сделать не можем, с своим злом, то мы же его враги, а он нас любит. Ну как это возможно? Это что, психопатология или что это? Это просто что-то совершенно нам неведомое в нашем житейском опыте. Но это именно то, в чем мы нуждаемся больше всего. Впрочем, обычно, я бы сказал, обычно в человеческом опыте такой любви нет. Наверное, ее действительно нет, но в некоторых случаях есть хотя бы, может быть, так сказать, тихий отголосок этой любви, если вам крупно повезло с родителями или с женой. Я имею в виду такие ситуации, когда вы наломали дров выше крыши и пришли домой, поджав хвост, понимая, что вы наделали, но при этом вас встречают не просто тепло, а без тени осуждения, даже без намека малейшего на осуждение. Чтобы мы соприкоснулись с этой любовью, о которой мы сегодня говорим по-настоящему, она должна вторгнуться в нашу жизнь извне. Потому что, как я говорю, в нашем опыте ее в чистом виде нет. Есть в лучшем случае некий отголосок, некое эхо ее. И вот поэтому-то Раф Шауль, то есть он же апостол Павел, он, во-первых, называет ее превосходящей всякое разумение. Нам в голову сомним, такое прийти не может, что кто-то может нас любить так. Если мы осознаем, кто мы, то нам это не придет в голову, что нас таких вот так любят. Во-вторых, он не только пишет об этой любви, но и молится за адресатов своего послания, в котором он говорит о ней, потому что только Бог, почему он молится, потому что только сам Бог может дать нам пережить, почувствовать эту любовь. Бог любит нас, однако наши поступки — это совсем другое дело, потому что для него мы и наши поступки — это две разных вещи, как мы уже сказали в таком случае. Хорошо, давайте зададим следующий вопрос. Что такое наши поступки? Это понятно, потому что поступок — это что-то конкретное, иногда даже осязаемое. А что же такое мы сами? Я сам? Многие люди задаются этим вопросом или в молодости, или на пенсии, потому что в среднем возрасте они целиком и полностью отождествляют себя со своей работой. До тех пор, пока такой человек при делах, он чувствует себя хорошо, потому что он знает, кто он. То есть он может о себе сказать, я токарь, я врач, я водитель и так далее. А с уходом на пенсию у него наступает кризис идентичности. То же самое происходит, кстати, и с верующими людьми, которые отождествляют самих себя со своими дарами и способностями, которых их наделил Господь для служения другим, или с самим этим служением, которое им поручено. Например, я — лидер общины, или я — молодежный лидер, и так далее. А что будет, если община вдруг решит, что им нужен другой лидер? Страшный вопрос. А что, если вся молодежь, то есть не что, если она однажды вырастет, молодежь, и разъедется по другим городам, и вообще наступит какой-нибудь демократический взрыв или коллапс, и новой молодежи в вашей общине не будет? И кто ты тогда? Кем ты тогда будешь? Человек — это прежде всего существо духовное. То есть я — это не только мои руки, ноги, голова, и то, что я ими делаю, а прежде всего дух. А что такое дух? Это моя внутренняя способность различать добро и зло, истину и ложь. Это также моя способность принимать решения и соприкасаться с невидимым миром, с миром идей, с миром мыслей, с миром чувств, эмоций, желаний, воспоминаний, фантазий, намерений, решений. Это также моя способность соприкасаться с другими духовными существами. И это, одним словом, это подводная часть того айсберга, который представляет собой каждый человек. Это то, на чем стоит его верхушка, то есть мое поведение, мои поступки, то, что, видимо, людям. Сам по себе я не склонен доверять Богу, я не склонен стремиться к Нему, я не склонен слушаться Его. Я занимаюсь в основном самим собой, любимым, и своим выживанием. Я думаю о том, как добиться своих целей, и я переживаю за то, что может мне помешать их достичь, и пытаюсь себя защитить, сам себя пытаюсь защитить от этого. И, конечно, я не законченный эгоист, есть люди, которых я люблю, есть моя семья, есть мои друзья, но при этом также есть и те, кого я или просто недолюбливаю, или откровенно не люблю. Также есть огромное количество людей, которые, в принципе, мне безразличны, более или менее. И при определенных обстоятельствах из такого вот меня вполне может получиться, ну хорошо, не Эйхман, поскольку я еврей, а тот Мейер, который убил своего отца из-за куска хлеба. Если вы смотрели предыдущую программу, вы знаете, о ком я говорю. То есть по большому счету я все-таки эгоист. Хорошо, что это не последнее слово в моей истории. Хорошо, что еще есть такая вещь, как Евангелие. Но о нем в следующей программе. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...